прекрасный человек на красном диване прекрасно диванные разговоры ну что ж доброе утро одинцо две минуты дорогие друзья и на красном диване на тот самый гость который мы так долго ждали алексей сальников доброе утро здравствуйте здравствуйте всем приятно когда человек с урала у нас на радио в гостях у нас тут сидит хочу сразу передать огромное количество привета всем моим друзьям на урале саша пархоменко влад деревянных андрей губадуллин и жжения примаченко который когда гриша гарян слушать и чемпион мира подведу так алексей ну давайте самого начала здравствуйте еще раз если вы не понимаете кто такой алексей сальников мне за вас стыдно очень потому что человек а я сам не понимаю кто такой вы имеете право не понимать но мы-то мы-то как читатели петровы в гриппе и вокруг него если не читали то явно смотрели кино отдела опосредственно опосредованно слушайте вот это вот роман самый странный наверное про эпоху в которую стихи считаются наркотиками очень странный страны страны всех тех которые я читал ну и конечно же новый совершенно роман который я не читал пока культ трегер его в пока нет да я так понимаю по я не знаю я немножко где-то я увидел в общем на книжной ярмарке я видел его ну в количестве одного экземпляра поэтому а может ну фактически есть фактически да и философский по философски тоже есть люди которые видели и могут пересказать алексей что вы делаете в армении а была книжная ярмарка и но у меня такое ощущение что большей частью ничего не делал дурака валял просто вот был в цех козоре или если если не не ошибаюсь в названии вот так к отзор да ущелье цветов все очень просто так но там цветов не густо но лес прекрасный очень очень да вот ощущение урала а там прохладенько довольно-таки да по ночам особенно родные пенаты да и горы ну горы там горы поры же да горы другие а лес такой же примерно за исключением дубов у нас не растут дубы а тут растут дубы колдуна алексей скажите пожалуйста вот переезд из россии в армению и обратно вас сейчас напрягает как-то вообще внутренний как писатель как человека гражданина мне неловко точнее грустно на самом деле за тех кому кто вынужден это делать сам я в принципе ну ладно как бы для меня это быть обычная командировка вы вы кстати не попадаете ни под какую статью а я не проверял честно говоря но если такого полудохлого клоуна как я попытаются призвать но это их проблема будет в основном к потому что у меня диабет искусственные хрусталики одна почка там и его бог знает что еще так что же она пишет что прямо и да да и таких тоже вроде как бы не ларить что там но были женщины сюда но слава богу хорошо ладно алексей вчера мы говорили с вашей коллегой и интересная мысль такая проскочила ну во первых не новые конечно же что творцы написать или поэты все свои самые самые лучшие произведения пишут после каких-то страшных катаклизм в которые сами пережили или были соучастниками и жили в одно время вы согласны с этой гипотезой аксиомы есть надежда чтобы большой русский роман которого со времен тихого дона не появлялась возможно появится в результате вот этих безумных как бы событий вот лет через 30 или 20 так долго то есть не не ждать но же требуется некое осмысление так или иначе литература она все же действует по постфактум а все высказывания деятелей культурных когда начинаются тяжелые какие-то события это или клоунада или пропаганда так что вот так вот к сожалению это вы к чему хуже работа относитесь клоунаде или к пропаганда иногда даже не знаешь за что хвататься даже не иногда непонятно вот люди которые похожи люди которые вас окружают вашем быту друзья родственники ближайшие коллеги может как соседи коллеги я не знаю вы с ними говорите вот влияние пропаганды в к влиять ли она на вас вообще принято это ну разумеется как бы болтаем об этом да но у меня круг знакомых то в принципе довольно таки скажем так пацифистский так так сложилось видимо так культура повлияла но опять же на на прилепина она чуть не повлияла ну ладно но он один из немногих на самом деле культурных деятелей которые так поступают вот пусть и но это вот при лепине мы тоже со многими нашим гостями говорим причем он тоже сидел на этом красном диване был абсолютно адекватным тогда это было было давно больше я думаю что это был до крыма даже это был до крыма мы тогда вот рок-альбом его обсуждали новый роман это два разных человека или они уживаются как-то ну видимо быть публичным настолько это еще и часть актерской игры какой-то что ли клоунады ну да вы специально избегаете кстати каких-то высказывать публичные в жизни я сейчас в данный момент завидую пелевину когда никто ничего не спрашивает никаких интервью не берет и даже не видит потому что обычно спрашивают некое экспертное мнение в то время когда даже сами эксперты сами ничего понять не могут вот и прогнозы прямо скажем если бы они извинялись за каждый свой не сбывшийся прогноз или если протели платили по копейке за с каждой то мы были или если бы они платили за за свои ошибки тогда меньше было бы болтом алексей вопрос который интересует наших радиослушателей которые вот знают ваше творчество они говорят что вы алексей начинали как поэт совершенно правильно сейчас вы один из самых известных прозаиков и вот вы так скромно говорите о том что большой или великий русский роман но некоторые считают петрова в гриппе и вокруг него нет напрасно это все-таки такое знать ну не тихий дом скажем так не война и мир даже не анна корейна не это не то да все же такое понятие но отчасти религиозное возможно для для русской культуры большой роман до большой руки а сколько вообще больших русских романов бы не очень много 10 наверное так денег вот такой жанр это до признанный такой и он непонятно что означает но все знают итак переход от поэзии как прозе почему он случился спрашивает радиослушатели и когда вы вернетесь фанатка когда меня просит написать подборку например я с удовольствием как-то собираю какие-то черновики и делаю подборку стихов другое дело что последний раз меня о том чтобы ему прислать подборку просил роман сенчин для своего журнала он же был первым человеком который заплатил мне гонорар за стихи полторы тысячи рублей но я дожил до сорока с лишним лет и только тогда впервые получил за стихи гонорар да ничего себе как сложно быть писателем поэтому 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 россии слушайте а что последнего на вы помните свои последние строки поэтической нет вот так вот что прям последние рождается они просто спонтанно нет они рождаются спонтанно какие-то строчки но чтобы их пособирать ну нужно посидеть подумать иногда а не давай да я уже не могу потому что главный вопрос который я тоже естественно как уже сказала делала опросик такой инстаграм потому что вы супер популярны я имею ввиду у вот этой условно-хипстерской молодежи особенно после калина юзефович которая дала потрясающую критику на рецензию после серебрянникова и так далее вы хотели этого вот этого добивались ну наверно все таки чего-то такого я хотел потому что я же не в стол писал все-таки какую-то инициативу проявлял так что когда говорят что ой только для себя а как это для себя оказалось собственно говоря в сети вот непонятно ну или вообще в издательствах так не бывает когда человек пишет только для себя и текст попадает куда-то вовне так что видимо все-таки хотел ну ну нет хотелось конечно чтобы читали да в конце концов я как бы с детства почти к этому стремился что ли а вот что такая аудитория собралась то есть это ну если так грубо сделать средства там 25 до 35 грубо говоря прогрессивная иногда 13 лет бывает какая девочка я прочитала там и такой сразу ужас чувствуешь вспоминаю сразу чё что там понаписал такого гос и ужас прямо пробирает потому что ну на фишках же везде написано 18 плюс да это некоторых авторов отзывов наоборот скажем так вызывает агрессию почему-то хотя столько мата там еще какие-то сцены и бог знает что творится но когда человек покупает книгу 18 плюс что он ждет от книги 18 плюс что там должно быть такого чтобы как бы 18 плюс но без мата и без насилия и без секса тоже то тоже вот непонятно что да хотя курение тоже 18 плюс вы ожидали что вот так выстрелит роман нет честно говоря в игру вот если несколько там отдел и и петров если бы как бы рядом лежали я бы больше на отдел конечно поставил делать роман про у нас хоть экшен какой-то и странного человека работает странной конторе который занимается странными делами а финале вы помните цветовую гамму финал своего кстати я сегодня утром ехал в машине вспомнил мальчиков во что бы ладит нет вот такие вот ярко-желтый назначит у него был такой ярко-желтый прорезиненный плащ и синие вот каковано да 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 слушайте вот прям она и украинский флаг еще что-то да какие-то предчувствия а на самом деле вот у меня этот ярко-желтый плащ был когда был ребенком и мы ходили он он как-то не понадобился большей частью то есть жарко в нем хочу и он купили мы один раз ходили в нем за земляника еще в эстонии потом этот плащ перевезли на урал вместе со мной а потом я его нашел случайно как-то что-то мы уже выбрасывали вещи господи как бы там как упланировать для четырехлетнего ребенка даже удивить страшненький на самом деле а вот у меня вопрос про коллег сейчас коллега коллега после желтого плащика смотрите уральские писатели например на все сейчас художники диджитал арт какой-то креаторы музыканты концентрация почему-то на урале вы можете нам рассказать почему мы с гором обсудили и гордал ответ может быть он сойдется и с вашим как просто питерских у нас тут нет а может нет еще есть челябинске же центр целом урал как-то начинает это видимо не слишком далеко не слишком далеко центра чтобы не взаимодействуя до с культурными центрами основными российской федерации и при этом достаточно далеко чтобы может власть не вмешивалась может меньше как бы обращали внимание так работа свободнее дальше там в иркутск и там вообще как бы там чем дальше на восток тем более свободные нравы и там еще и финансирование такое что если допустим где-нибудь в подмосковье и ну в условном грубо говоря там я даже беру там иваново там что-нибудь нижний новгород там чтобы тебе кто-то что-то оплатил нужно кучу документов заполнить вот потом еще отчитаться там еще там чеком то где-нибудь условном иркутске просто достают с кармана деньги платят и писателю спасибо да и все а за что платят за роман за встречу допустим а на встречу понятно что и бесплатно скажите пожалуйста а вот вы бы все-таки ну на ваш роман бестеллер кино и прочее прочее вчера мы с май говорили как раз по этому поводу вот можно ли заработать на жизнь будучи писателем в россии да ну спокойно так жить можно вполне спокойно жить квартира своя машина нет машина я никак я уже на такси поеду честно говоря чем это это ваш выбор даже два раза в год в европу можете со семьей поехать но сейчас уже нет нет но в целом до полом да я не гони не не в ереване будет сказано но меня жена утащила я не виноват мы тут в турцию вот но могли поехать во францию вполне спокойно но не стивен кинг который продает свою новую страничку из нового романа по одному доллару не экранизация не за экранизация почитать вот он он как бы онлайн пишет и ты платишь доллар и читаешь но вы знаете таких писателей как стивен кинге не очень много даже в америке лучше уж быть скажем так писателем в россии знать как все грустно заранее чем быть писателем в америке не понять почему такая аудитория мирами такой такой потенциальный успех возможен но он к тебе не приходит вы согласитесь в америке их очень много этих писателей они устроены по университете их тоже никто не знаю их они преподают что-то получают степени доктор в россии все-таки вы являетесь но некими кумирами все-таки ну конечно не дал нам его не то что идолами но ну почему люди радуют не курьер самоката вот тут однажды сэлфи попросил то есть настолько это настолько уже близко квартире что даже страшного когда вот так выходишь как бы дверь открываешь весь такой помятый и тут говорят можно сэлфи этот господи а что делать как бы не причесываться перед каждым открытием двери как бы скажите сложно отказывать вообще не отказывать в чем проблема красавчик не скажет что это массово происходит то есть вот эти случаи но чтобы толпой наваливались экранизацию вам понравилось да вы именно так и представляли нет если бы стал не так но мне понравилось что это по-другому немного сказано все а в этом и ценность когда они не просто переложение текста на на видео грубо говоря как не знаю как дети капитана гранта но что-то новенькое видение режиссера да там конечно упрекают за за то что юмор куда-то отвалился но зато лирические моменты конечно как очень сильно прям по пронзают собственно тот момент где петров идет с петров младшим новогодние елки это он тем более на афишу вынесен и не зря кстати сказать вместе с песней ритюзас имеет вы выругались вообще по поводу актеров например по поводу я не знаю в кастинге нет я вообще не вмешивался это не мое собачье дело мое дело книжки писать а в кино и все вы отдали права до грубо говоря продали сказали что хотите то и дело кириллу трудно было противостоять он уже такой это же он же и театральный режиссер они еще хуже чем кинорежиссер они же когда то что они такие еще в они знают как держать людей был выбор у вас например серебряников андреа сянта нет нет собственно только серебряников серебряников у него родилась эта идея а он предложил он ее осуществил несмотря на свой домашний арест на тот момент то самое удивительное для меня в этой истории после того как появилось кино появились спектакли нет нет спектакли раньше сначала а потому что мне показал слушайте как странно от кино к спектаклям обычно оба нет 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 там два спектакля есть екатеринбургский спектакль ну а как можно вместить можно было это все как-то отдел спектакля наверное и вообще экранизации найти какую-то свою идею в тексте вот трактовка собственно вам по а спектакль понравился вам да 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 особенно гоголь-центр и конечно но гоголь-центр да понятно помянем до к сожалению а знаете я просто уже я просто не в курсе баровный арбухом страшно звонит ты так тоже дословно прям петрова в гриппе надо же перевести ну вообще связывались мучерки документы подписывали так что может вполне возможно потому что уже на 10 языков где-то переведено да да но отдел даже на эстонский переведенный а там так на эстонский понятно потому что вы родились в эстонии до родились в том же городе в котором получал образование просветить армянского народа хачатурабуян все переплетено да 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 мир тесен мир тесен а там много и профессора университета этого был первым ну зафиксированным европейцам по крайней мере который зашел на гору арарат в новое время вот так я предлагаю очень на рекламу потом мы вернемся на будем мучить нашего героя алексей сальников у нас в гостях прекрасный человек прекрасной своей скромности вот и конечно же замечательный совершенно талант и писатель хотя он опять же скромно говорит о том что он ну так так себе да но мы-то читатели знают реклам на радио ванн это мы тоже знаем прямо сейчас доброе утро правильное шоу правильного человека ну и правильные гости у нас в студии дорогие друзья алексей сальников один самых читаемых и популярных а современных российских писателей кстати вы на себя вот так как-то представьте современный российский писатель а вы дружите с другими современными российскими затем же сенчином от шамиль идиотулиным дружим с кем еще господи наш большой татарский друг так кто еще он такой средний татарский так ну с кем залить его но как-то одну да то есть если если удается где-то пересечь это правда было давно тоже с урала да да нафиг его поймаешь в лондоне или берлине на плюс еще вот господи вот виделись михаил визелем например марьян петросян современная армянская русскоязычная писательница которая написала потрясающий один из моих самых любимых романов дом в котором вот недавно сказала что сейчас она не может писать не может она писать сейчас когда война когда трагедия а надо что вы думаете по этому нет это такая работа что делать как бы надо как бы вы полез в это дело не дня без строчки у вас ну я что-то записываю да потихоньку все равно то есть в проектах участвую что уж теперь дело когда совсем не пишется прямо ну тут уж ничего не сделать как бы приходится сидеть и все слушать а вот у вас что там есть муза своя как это просили вы прямо просыпаетесь надо написать опять страницу или если просят какой-то рассказ я а что же просит кто журнал и бой журнал это проект а можно давайте мы по росте роман нет роман нет роман это надо выносить сложнее дали с рассказом да есть к этой идее они все накапливаются так или иначе в течение жизни повседневных воспоминания впечатления из жизни таким прочитал что-то фейсбуке да 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 вот у меня вопрос по новому по новой книге смотри на алексея что-то на меня да я потому что можно вам задать этот вопрос я на него не ответить это стопроцент конечно а ждет ли вы такой же успех как петрова в гриппе и вообще чё ждете от нового произведения ой я честно говоря жду когда как бы когда придет время написать вторую третью части там же вот это варя она должна расти и вот на ней должно быть основной упор быть вот на этой продолжение следует то есть общий кита есть номер наметки но у меня же как бы роман четко привязан ко времени там там к девятнадцатому году там дальше должна подрасти там до совершеннолетия хотя бы дотянуть а пророчествовать я как-то не могу тут блин не знаю что на следующий неделю может я вот сейчас попытаюсь улететь в екатеринбург и ничего не получится шкать новость опять придет неизвестно какая остайтесь в армии ну что же варя нет все-таки русскому писателю место в россии чё уж скрывать как бы вот так такая вот но многие жара сада я понимаю но мне кажется что все-таки вот так вот как-то мне нужно все-таки видеть что происходит внутри страны быть свидетелем вы должны пересекаться со своими героями в подъездах около пивных лагов и я и все-таки когда за границей там ну и пи или пишешь про за границу или пишешь воспоминания о том как все было а я как-то больше люблю в настоящем вариться все таки ну как-то осмыслять то что происходит ну или в художественной форме сложно осмыслять последнее время или вам все равно что осмыслить ну мне вот хочется написать роман скажем так без фиг в карманах просто вот написать как люди там что-то там оценив нынешние события но при этом чтобы это не превратилось в фейсбучную ленту там ленту вконтакте но вы кстати очень пассивный фейсбуке на да и мне прокси лень включать бывает эту кнопку а если бы если бы было не лень вы бы выплескивали все-таки вам важно копить нет я давненько я даже до до того как собственно все начало происходить я тоже довольно таки не часто туда заглядыв мне нужен какой-то прямо повод повод личный чтобы что там выложить там такое а обсуждение новости обсуждением новостей занимаются люди без меня вполне себе прекрасно вот там иногда даже собственно знаешь то есть инфоповод видишь и знаешь что там будет там десятки постов на эту тему и все понятно у вас есть аудитория которая как будто бы ждет от вас какой-то вот реакции или у вас есть договоренность такой сетевой аудитории нет понятно у меня и подписчиков фейсбуке то было по моему не густо я не считал но не думаю что много вот так же и вконтакте также в инстаграме ну в общем вы по старинке так жить в аналоге я уже старенький но мы все равно не успеваем даже сейчас там 30-летний поколение 30-летних она тоже из четырех присутствующих вы старенький только по отношению к одной ну так что да а тут там живет просто ежеминутно дети и подростки просто уперты в это дело вы в этом вообще видите какую-то опасность для да нет это естественный ход вещей видимо вот раз уж они с этим родились ну с этими телефонами почему бы нет тут на в нижнекамске встал молодой читатель сказал мы другие мы от вас сильно отличаемся ничем же но читаем вас да нет он показывает телефон у нас есть такая штука из которой можно брать все все знания мире игры можно то можно во первых у нас тоже это было устройство только называлась библиотека во вторых и и наше устройство нельзя было выключить а во вторых собственно вы можете брать все знания о мире из этого телефона но вы ведь не берете вы смотрите просто котов каких-нибудь там тик токеров и какую прочую дурь по сути и и лайфхаки и мы сами это делаем у меня жена вот любит тик ток листать это как расслабление мозга да она не осуждающий смотрите нет 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 я просто слушаю а мы какие-то повторяю к тому же там же есть тренда да слышишь одно и то же просто с разными этими персонажами скорее всего кстати это вот последняя тема что нам не нужны знания потому что они всегда есть в кармане зачем нам их хранить то есть вопрос там зачем как у рыбок во вторых мы скатились на то что молодежь плохая во-вторых мы с академиком и корчаном все таки считаем что могут выключить кнопку на последнее время это все вот так да там электромагнитный импульс до мощный а так даже дело даже не в электромагнитом импульсе просто возможно в цене обслуживания всего сетевого пространства ну рано или поздно да я думаю что человечество найдет свою золотую середину и наши детки тоже что вы обычно говорите вот вчера когда мы прошлой гуси наши говорили вот она преподает в университетах разных и мы ее спросили вот когда вы заходите в аудиторию видите глаза ваш студентов сейчас после 24 числа после 21 числа что вы им говорите вы когда видите молодежь что вы им говорите на встречах своих но мне очень неловко за то что старый как бы больной человек вот и что я не вправе как кого-то осуждать или поддерживать просто по факту того что не в силах собственно своим собственным действием что-либо как бы изменить вот я даже не могу осуждать людей которые находятся собственно все зависит от людей которые находятся непосредственно в зоне боевых действий от их от их как бы от сумму их навыков скажем так я даже не могу судить потому что сам в этом не могу участке я даже не могу собственно говоря я не военный какой-то эксперт так как я ничего я в армии собственно не был вот не знаю и я знаю что это дурин иногда на людей находит просто спустя не знаю порой не то что десятки лет после какой-то войны а порой через пару лет после войны все думают а чё это вообще было из-за чего мы собственно вот закусились так вот как случай с первой мировой войной что-то вообще было чуть чуть сверили так резко и решительно непонятно с точки зрения современного писателя у вас есть объяснение что это такое но это видимо к это человеческая природа видимо господи боже мой неизменная как вы что ли и плюс кажется экономика очень сильно влияет на мозги людей а поскольку экономика в не самом лучшем состоянии дело пахло керосином уже давненько просто у каждой войны есть экономическое определенное обоснование не столько даже идеологическое вот просто на него накладно на экономические предпосылки накладывается видимо идеология как-то подспудно вот и как-то видимо к этому шло и заполыхало у нас собственный у вас заполыхало на нас полыхает уже да вот нас перманентно просто полыхает а это полыхает уже 30 лет просто это вот я так понимаю советский союз распался на бумаге но не до конца говорят сейчас это вот это гражданская война на территории бывшего советского союза она продолжает с 30 лет там там испытие просто на нее как-то внимание если в новостях этого нет значит это как бы нет в основных новостях да вот что творится в монголии монголии вообще как будто не существует на карте не существовало до тех пор пока там очереди не на границе а может там не все хорошо бог его знает просто вот как бы не обращают внимание и все найдется повод и пойдет там жара какая-то не дай бог хотя кажется сейчас такое идеальное место для жизни монголия хотя скорее всего это только на умозрительно при приятное место но всегда есть нюансы конечно горловое мое любимое алексей а вот вы можете себе представить такую ситуацию что например на какой-то там гипотетический фантастический союз профсоюз писателей российских на носка российский дорожить не русских а российских украинских армянских азербайджанских грузинских сирийских вот так вот собираются и придумают какую-то общую концепцию на вот воздействия на ум и человечество верит ли им человечество нет это невозможно да как как люди реагируют литература не достучиться и красота это же хаос культура сама по себе отчасти ведь читатель и зритель делает режиссеров и писателей то есть без читателей популярных писателей и режиссеров не бывает вы на поводу все-таки нет как можно пойти на поводу не зная как люди отреагируют человеческая реакция по-моему предсказуемо можно работать в определенном жанре ком-то комфортно там типа детектива вот но надо но опять же много авторов детектив но популярных несколько битвы штук также как в такой условно арт-хаус на литературе вот это всегда непредсказуемо творчеством господи и я читал про про то как снимали фильм буратино они думали что фильм никто смотреть советский культуры думали будет ли это интересно растет все в веках конечно ну как нет он тогда тогда было явно там выделили денюжку сказали снимите очень свежего а многие ведь фильмы там худсовет не проходили да а вот буратино там не обращать вот про худсовет процентуру как мне сразу давай прошла идея а грядет ли что там быть вы вы как говорится сейчас на передовой вы точно знаете как работает этот институт в смысле выпуска рамки моски делают там запрещенная в россии организации так или иначе но с тем чтобы у меня какие-то слова вычеркивали нет такого и с такими я не сталкивался а ведь это все-таки литературу это не кино и не сетевая деятельность с миллионным подписчиком то есть они думают что им просто лень а скажите а вы как думаете вот путин что-нибудь из ваших роман читал да я не знаю мне как-то даже из курс папки не приносили да я не знаю розман ой он сделает что читал на полу не читал во время пробежки случайно вы его увидели какая-то была совместная встреча вообще как вы относитесь к его деятельность человек сидит ну как ну подожди на супы во первых он сидит дома же сидит ну любом случае сейчас точно прочитает ну да извините вот в свое время очень с одной стороны как позитивно повлиял на на ситуацию с наркотиками и категория другой стороны методы были довольно таки жесткие ну да и поэтому он такой противоречивый общем персонаж не готов я преклоняться перед ним героем вашего романа какого-нибудь может а он где-то есть вот каком из них я просто хотел ну вот в последовало я его там немножко то есть все таки я правильно себя да окей там же где метели там да вот кстати почему я сказал что это самый странный для меня роман из всех потому что на самом деле это странный но ты мне смотри они все какие-то они все они типичны типичным но 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 мысль сама что стих это может быть наркотиком и вот это не моя мысль что запрещенное что не новое довели до абсурда может быть в этом романе вот и что запрещенное то есть запретный плод сладок все то есть все фабулы понятно но когда все это в одну кучу собирается когда ты начинаешь жить и смотреть на мир глазами главной героини то мне становится немножко не по себе мягко зато зацепила но почему то вот он в отличие от всех остальных не выстрелил да так да нет почему вполне себе так читают слава богу подожди вот давайте в топ тогда она ну понятно что на первом месте на петровы петрова гриппа и то видимо по регионам да есть пока статистик на вот бывает что сопосредованно прям приходят а он то специфически потому что он для людей которые знают про что это как это писать стихи там и все такое что это не что-то не к это что человек который пишет он не всегда кует скупе дури ходит постоянно что они думают вот стихах что они очень близко соприкасаются с бытом довольно приземленно как любая профессия ремесло да хорошо петрова в гриппе на втором месте кто как вы считаете популярности или культрейгер ну вот и потом уже только по последованию я уже не говорю про нижний тагил но это вообще такая нишевая штука поэтому я не был не удивлен что вы ко мне не кинулись люди читать потому что я знал на что шел я просто хотел его закончить успеть для меня главное было написать роман мне казалось когда я его читал но там чуть-чуть осталось до конца мне казалось что обязательно быть продолжение хотя но после финала все знала ясно что нет вы специально так задумать закрыли его и ледая сначала все концовку написал хотя мне сын сказал что это вот концовка похоже на вконтактов и цитаты ванильные но тем не менее если вы не в смысле если бы я да то есть до концовки скажем так мне казалось что у этой истории будет продолжать вот в какой стране лучше всего восприняли тоже вот этот роман петрова гриппе ну что я из переведен да а я не знаю как бы многие ну во франции он там как-то отбился аванс и еще даже сверху что-то нападала вот в общем восприняли нормально то есть они чисто вот такой вот русская даже французский разбор фильма смотрел день-то обсуждали что там происходит чтобы понять душу на русскую она ничем от других душ не отличается кто является для вас лакмусовая бумажка вот кому вы даете прям сразу читать сын супруга но я же не читаю ну вот вы сами сами прям такая аудиокнига с вашим голосом давно что она плохо видит нафиг и надо это надо как бы но я посылаю кати симоновой нашему екатерин русскому поэту потому что они в свое время помогли с отделом волна опубликовать вот ну и в редакцию просто шлю и сын что-нибудь мечтается рекомендует больше как книжка выходит уже после тогда критику реагирует вы переписываете часто вот то что нет ухты вы никак толстой короче нет вообще не как-то спустя спустя вот как книжка вышла вот потом думать а вот здесь надо но бывают такие думаю хорошо было ну ну и ладно бог с ним как это очень хорошее качество то узнать вот эти перфекционисты которые пишут 100 100 лет примерно все время вспоминаю любимого моего репина которую не пускал третиков вы знаете эту историю ретиков не пускал его в галерею к себе потому что он приходил к своим вы прям пишите это беловик сразу нет иногда возвращаюсь во время письма как бы тут надо поправить а вы пишите как это компьютер да она компьютеры методом слепой печати владею поэтому я могу писать еще о чем-то другом думать ухты смотреть а есть какие-нибудь новости может что-то экранизирует ближайшее время но вот синхронизация культрегера вот что-то вот все постоянно как движуха есть но еще как бы агенты никак не могут договориться с кем-нибудь вот на него бы сейчас вообще внимания поменьше обращать как бы чтобы он чуть не сказал там что ничего не за не затменяли узнает всяко может быть час там шаг влево отмена шаг вправо что-нибудь еще каково жить в такой стране да в таком мире в таком мире не но у нас то как в армении вот мы сегодня в этом смысле да мы и ругали и старую власть и новую ругаем и в общем-то наши шаги вправо влево только на войне общем считается смертельными как бы ну или оба я вроде говорю что хочу да и все я просто стараюсь не подавить людей которые меня позвали например корень библиотека чтобы их там не упор не погнали смотрите вы говорите то есть хотите сказать что-то но вы понимаете что библиотека или там ельцин-центр или еще что-то вас пригласили и вот и как как тогда но в основном я не знаю не сказать что там сильно фильтрую базар я примерно так же как с вами разговаривает у нее ты не примерно также разговариваю ну и пока вам не прилетел тут ну да поэтому не прилетела потому что они вообще не сможет не смотрят им плевать в россии это шлотерея такой господи гор ну что как маленький можно там не знаю с ума сходить и гуролесить в сети сколько угодно как бы человек который тебя там репост ну сядет например на пару лет за то что он да а тебе ничего например с варламовым который уже вот все эти там все месяцев говорит снимает и так далее но он даже не иноген а сейчас это важный маркер того что ты на крючке вот видите кудри кудри спасает варламова в отличие от меня академика и алексея у которого тоже нет кудри вот чем интересуетесь кроме собственно говоря своего ремесла музыка может быть макрамы выжигания не я компьютерные игры иногда люблю ну вот последние последнее что играл в это вот из чего вышел там несколько дней назад там не знаю неделю что забил пока это crusader kings 3 ну вот такая симулятор средневековья так ну там всяких династий а вы никогда не думали что написать про это нет нет по сути дела это симулятор коммуналки как вы комбинить собственность просто как она непредсказуемо делится со смертью каждого очередного персонажа ну это же средневековое право собственности в обиде резальны нет что-то из либертарианства права собственности не только англия все что угодно все равно это как бы это собственность земель любое звание там от графа барона там это означает что у тебя есть определенный на дело земли до и в нем кто-нибудь еще и владеет на делами земли до компьютерные игры что еще но сериальчики там сейчас смотрите поделитесь расскажите нам посоветуйте что-то смотрели ты господи а вы прям запоем нет 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 сейчас не всегда выходит что-то прям увлекательно не часто ну там а все тяжкие вы сразу посмотрели или даже даже не смотрели не но если и династии там деление вот и ну тогда game of thrones точно я думаю ну к сожалению слили они game of thrones это я согласен и зачем-то к нему ладно будет сиквел бабахнули нет они приквел зачем бы зачем людям смотреть приквел того что уже слилось как была бы надежда если бы это можно было вытащить как бы наоборот из небытия новым всю ну но продолжаем сюжету но нет непредсказуемые 3 любимых современных кроме себя любимого писателя российских но вот сенчин скажем так записывайте сенчин однозначно он такой прямо русский классик значит господи боже мой я бы порекомендовал почитать владимира березина владимир березин да и у мало кто читает к сожалению а он вот и я бы еще посоветовал нашего екатеринбургского андрея ленкова если найдете он такой это по его повести снят фильм сигаревым страна оз это он и все его тут же забывают как будто и забыли уже почему удивительно такой замечательный фильм такой замечательный авторы как то вот так вот можете да а он продолжает писать мы за да он действующий писатель да и редактор журнала урал ясно а из зарубежных писателей трое ну вот джон юринг мартин эмис и господи кого бы еще взять 3 даже на языке оригинала читать или пили по-русски не владеть я на языке оригинала читаю только комментарии и шутки юмористических агрегаторах типа на нг но вот в отличие от моего учителя английского и академика макарчана лучше потому что у нас было просто жопу мистер стогов и все я вчера со своей женой ругался вот даже не знаешь культовый персонаж был а те кто немецкий изучал у них был господи боже мой нет 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 у меня сестра изучала немецкий марков какой-нибудь нет я там у более какой-то смешной персонаж еще сейчас вот я своей жене говорю она преподает русский язык сейчас и детки не очень заинтересована я недавно там по моим рекомендациям она им то что ты виктора цоя впаривал там еще что-то ну короче я и говорю мариама ты можешь с ними провести на армянском языке который более понятен такую пресс-конференцию что их интересует жизни кстати если бы в мое время моя преподавательница марита гургеновна если бы сказала григорина давай будем изучать английский язык с помощью текстов твоих любимых рок-групп я бы изучил с удовольствием а так этот мистер стогов я до сих пор в в общем-то просыпаюсь кошмар не любишь дата эту фамилию стогов мне вообще меня начинает сразу колотить ну что ж большое спасибо вам большое человеческое писательское и читательское у нас один писатель же есть и читательское продолжайте писать с удовольствием вот ну смысле хотелось бы чтобы побыстрее эти самые романы вот выходили да вот как кто-то вчера вчера кто нам говорил нет кто помню о каком писатель говорит я тоже забыл что каждые два года новый роман нудный пилинг тоже похоже довольно часто это делать ну или он попал нам паузы побольше нового да хорошо чтобы все получалось и чтобы ничего не было экранизации хотя общем к организациям я отношусь более много денег сразу это важно тогда да тогда было больше прав продавать на свои романы и прочее ну и будет прекрасно если например вы по уедете из армении напишите какой-нибудь рассказ под впечатлением о том что происходит стихотворение будем ждать да слушайте а у вас и вот на на вашей страничке вот который я захожу в интернете вот новые рассказы и все остальное там можно сразу читать или нет или они появляются журналов который русину нам сделано вот нет там потому что там как бы анонсы какие-то и можно все и не более того а его кстати особо не проверял то есть я только на письма отвечаю ну вот например новый рассказ появилась откуда мне заинтересованным читателю из армении узнать что у вас новый в фейсбуке вы не очень активны вот на сайте ничего но я я нигде что-то не активен и просто их пишу когда попал что у вас какой-то фанатский клуб есть вы не в курсе если я к чему появилось что-нибудь новое как маякните нам анонсировать нету там видимо крупные вещи крупные да она почему-то там несколько или я просто руси не сообщаю она же занимается обновлением сайт ручила обещает сообщать слов не воробей слов не воробей ну что ж спасибо большое алексей был у нас тоже руки взмокли от волнения нам так понравилось с вами разговаривать и общаться большие привет ваши потрясающие супруги сыну и всем жители и ура лорга ура спасибо большое обнимаем людям спасибо еревану за гостеприимство уходим на рекламу и скоро будем прощаться доброе утро пока